Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии, 64 глава. 64 глава — это такая молитва. Пророк молится и от своего имени, и от лица своего народа израильского. И здесь в этой молитве, в начале этой молитвы, говорится также о богоявлении. Обращается пророк ко Господу. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Это богоявление. Вспоминаются строки 17-го псалма. 17-й псалом, 10-й стих. «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. Воссел на Херувимов, полетел, понес и на крыльях ветра». А также 143-й псалом, 5-й стих. «Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымяться». Богоявление, явление Господне, оно также проявляется в атмосферных, грозных атмосферных явлениях, как вот в этих псалмах. Вот здесь тоже говорится, что «горы растаяли бы от лица твоего, тающие горы, скалы несокрушимые, вечные, вот эти скалы, они тают от лица Господня». Эта тема, этот образ часто звучит в библейской поэзии. «Как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Вновь народы, Господь идет судить, о чем мы читали в предыдущей 63-й главе, судить народы в начале 63-й главы, вот здесь 64-й. А 64-я продолжает тот же самую тему и является, по сути, продолжением 63-й главы и в жанровом единстве с ней, и тематически. Вот, продолжение этого самого коллективного плача, коллективной молитвы ко Господу и в то же время исторического псалма. Разделение между 63-й главой и 64-й искусственное. Это одно пророчество. Один псалом. «Как от плавящего огня, кипятящего воду, огонь плавит, но не может огонь, физический огонь, который зажигает человек, расплавить скалы, расплавить горы. А вот от богоявления, от пришествия Господня горы даже плавятся. Размякнут горы, расплавятся, когда Господь явится, чтобы судить народы и отмстить за свой народ. «Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего». Опять горы тают, как и в первом стихе, а здесь в третьем. Вспоминаются вот эти исторические события. Когда Господь совершал страшные дела, неожиданные, не сходил. Вспоминается, конечно же, богоявление на Синае. Когда Господь даровал закон, даровал Тору, учение свое, то гора вся оттряслась, дымилась, как печь. Извержение вулкана было, землетрясение, мрак покрыл гору, молнии. И вот туда Господь призвал Моисея, и там дал ему для всего израильского народа свое божье учение Тору. Вот это богоявление, горы таяли. Вспоминается также в песне Деворы, в книге Судей. Книга Судей, пятая глава, пятый стих. Вот это событие, произошедшее на Синае. Книга Судей, пятая глава, пятый стих. Знаменитая песнь судьи Израилева. Израилевой Деворы, двора. Пятый стих. Говорится, поет Девора, когда она воспела в день победы над неприятелями песни, она сказала, «Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева». Синай, где произошло богоявление и произошло дарование десяти заповедей и всех других митцвод и постановлений Божьих для израильского народа. И для через израильский народ, для всех народов земли, потому что мы все должны исполнять эти самые десять заповедей, данных израильского народа, через израильский народ, всем народам земли. И нам тоже, да не будь пред лицом твоим других богов, не поклоняйся им, не служи им и так далее, все десять заповедей. И о чем здесь молятся израильтяне, находясь в Вавилонском плену? «Чтобы Господь совершил то же самое, чтобы Господь явил себя, чтобы произошло богоявление, теофония, и чтобы Господь сошел опять. Сошел, как сошел на Синай, сошел, как когда-то сошел в Египет, чтобы извлечь словно из горящей печи этот свой народ, томившийся в рабстве. И вот молятся, чтобы Господь опять совершил великое и дивное, сошел и на сей раз сошел для того, чтобы избавить свой народ от вавилонского уже рабства. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него». Похоже, что Павел цитирует в первом послании к Коринфянам вот эти слова. «Не видел глаз, не слышал о ухо, что приготовил Бог любящим его». Речь идет о будущем веке. «Что Господь приготовил спасаемым». Цитата в приложении к несколько другой теме. А вот здесь исторически этот Псалом, 63-64 главы Исаии, речь идет о вспоминании об исторических событиях. Других богов нет. Если какие-то боги упоминаются, то речь идет о языческих божествах, которым поклоняются язычники. Ну, а когда Израиль впадает в грех этого поклонства, начинает тоже поклоняться вот этим изделиям рук человеческих и теми выдумками, которые стоят за этими языческими божествами. Вот здесь исповедуется, что нет другого бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Уши, но не слышат. Ноги, но не ходят. Руки, но ничего не могут ими делать. Эти стуканы часто звучит насмешка в адрес идолопоклонников и тех, кого они фабрикуют, эти идолопоклонники, для того, чтобы поклоняться изделиям собственных рук. Вот и здесь тоже говорится, что нет другого бога. И ухо не слыхало, и глаз не видел, что Господь делал для своего народа, выведя из египетского рабства, даровав через Иисуса Новина победу над хананскими народами, поселив свой народ. Но потом Господь прогнился и изгнал свой народ со святой земли. Так вот здесь молитва о том, чтобы Господь смилостился, чтобы он пожалел и помиловал вновь свой народ. И освободил его из вавилонского плена. Дальше читаем пятый стих. «Ты, милостиво, встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих, ибо вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены?» Задается вопрос. Исповедуется милость Божья и в прежние времена, и то, что Господь, израильтяне верят, проявят свое милосердие в их время. И исповедуются также грехи, мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Вот с текстологической точки зрения этот стих представляет свою большую трудность, особенно заключительные слова. Особенно заключительные слова, которые, значит, пятый стих, 64 глава, пятый стих в наших русских переводах, в еврейской Библии, в Танахе, это четвертый стих. Очень трудный текст, частично, может быть, даже поврежденный. Буквальный перевод, если переводить буквально, будет несколько сумбурным. Посему здесь без эмендации не обойтись, без исправлений каких-то гипотетических, например, некоторые по конъюнктуре переводят концовку этого стиха так. «Мы против тебя долгое время и были непокорны. Другие предлагают другую конъюнктуру. Мы всегда во грехах своих и будем спасены». То есть не вопросительная форма, а знак вопроса не нужен в таком случае. Приведу также для примера два перевода стиха в современных русских переводах. Перевод российского библейского общества звучит так. «Ты сам выходишь навстречу тому, кто с радостью поступает по правде, кто твоими путями идет и помнит о тебе. Прогневался ты, мы долго грешили, обретем ли спасение?» И перевод Андрея Десницкого. «Ты был с тем, кто рад творить правду, кто о тебе и путях твоих помнит, а теперь ты разгневан. Издавна мы грешили, спасемся ли?» Стих трудный, но общий смысл его понятен. Израиль исповедует свою греховность и не отчаивается в милости Божьей, вспоминая древнее проявление в древности милосердия Божьего и надеется на нем в будущем. «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как запачканная одежда». Интересно, Десницкий переводит как «окровавленная тряпка наша праведность». Чистота праведности обычно используется белый цвет для изображения чистоты и праведности. Не случайно новокрещенный облачается в белые ризы, ризу мне подашь светлу, одеясь светом, якоризою поется, облачается в праведность Христа, совлекая с себя греховное рубище, освобождается от грехов, и в знак его очищения, освобождения и облачения в праведность Христову облачается в светлые ризы, в белые одежды. Вот здесь говорится, что вся эта праведность в кавычках, праведность здесь употребляется с иронией, конечно же, она подобна испачканной кровью одежде. Можно перевести еще более отвратительным выражением, наша праведность как одежда, испачканная женской нечистотой. Вот так праведность израильтян сравнивается с такой омерзительной вещью. Все мы сделали, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, щадящийся на дальний перевод. На самом деле здесь еще более резко используется, используется более резкое сравнение. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Лист, осенний лист, уносимый ветром, далеко-далеко уносят израильтян к берегам тигра и фрата и еще дальше. Уносят их беззаконие, их гнев Господень за беззаконие Израиля обернулся пленом и проявился в этом плену вавилонском, и далеко они были унесены от своих берегов, там на вербах повесили свои арфы, чтобы оплакивать свою родину. Господь проявил таким образом свое наказание. «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». На самом деле Господь не оставил до конца погибать, и остаток Израиля будет спасен из долгого вавилонского плена. Но многие действительно погибнут, погибнут в своих беззакониях, не покаются и не примут к сердцу. А вот остаток народа спасется. Очень важная тема для книги Исаии, как мы помним. Господь сокрыл лицо. Это сокрытие лица Господня. Это его молчание и лишение своего присутствия. Остро чувствуется здесь библейским поэтом, пророком. И он плачет и скорбит вместе со всем своим народом. Восьмой стих. «Но ныне, Господи, Ты отец наш». Мы читали это в 16 стихе предыдущей 63 главы, когда Господа исповедовали отцом. Израильтяне исповедовали его отцом своим. И вот здесь повторяется то же самое, настойчиво. «Ты, Господи, отец наш». «Авину». «Мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Словно первого человека, взяв перстец земли, Господь сотворил первого человека. Вот так же здесь этот образ, этот рассказ, видимо, здесь, этим рассказом на библейском сотворении человека навеяны вот эти поэтические строки. Сам Израиль представляется здесь божественным творением. Словно первый человек из глины, так и Израиль. Вот из ниоткуда, из ничего был создан Богом. Из этой перстеземной, из этой глины. Как горшечник. Господь здесь в образе горшечника, метафора горшечника. Вспомним Иеремию, и у Иеремии этот образ будет использован. Горшечник ломает сосуд, скомкал его и делает из этого же самого куска глины новый сосуд. Вот так Господь и творит то, что хочет, делает. Вот так же здесь израильтяне признают себя глиной. Вот мы глина, Господи, делай с нами то, что хочешь, то, что угодно Тебе. Ты образователь наш, мы все дело Твоей руки. Не делай ночной горшок из нас, сделай благородный сосуд, годный Тебе для употребления. Благородного употребления. Не гневайся, Господи, без меры, не вечно помни беззаконие. Возри же мы все народ Твой. Израиль исповедует Бога своим отцом, а себя его народом. И умоляет, просит не помнить беззаконие. Беззаконие велики, Господи. Прости нас, нам нечем искупить свою вину. Но ты наш искупитель, ты наш спаситель, ты отец наш. Прости, искупи. Как ребенок, как дитя бежит к родителю. Вот так Израиль здесь обращается ко Господу, согрешивший, неверный ему, прогневавший его. Просит не погубить его в беззакониях, спасти, помиловать, освободить. Города святыни Твои сделали с пустынью. Святыня здесь святая земля, обетованная земля, Господня земля. Все эти города были опустошены врагом, вавилонянами. Пустынью стал Исион, святая гора, Иерусалимская. Иерусалим опустошен. В оригинальном тексте, в еврейском, опустошена, потому что Иерусалим – город женского рода. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем. Имеется в виду Иерусалимский храм, храм Соломонов. Израильтяне в плену и оплакивают самое дорогое, что у них было. Оплакивают Иерусалим и храм. Сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. Сосуды Иерусалимского храма были унесены в вавилонский плен. И позднее, в 538 году до нашей эры, по эдикту царя персидского Кира, кореша, они будут возвращены израильтянам для того, чтобы те вернулись в святую землю, отстроили стены Иерусалима, возвели новый храм на месте старого и совершали богослужение единому Богу. После этого будешь ли еще удерживаться Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры? Так вопросом заканчивается этот плач, этот коллективный плач Израиля, охватывающий с 7 стиха 63 главы до конца 63 главы и всю 64 главу, которую мы только что прочли, включительно это единый текст, единый псалом, единый коллективный плач, в котором израильтяне оплакивают свою участь, вспоминают о милостях Божьих, проявленных в истории своего народа и просят, чтобы Господь проявил вновь свое милосердие, свои щедроты и вызволил их из новой беды, из нового плена, из нового рабства. Так заканчивается 64 глава книги Исаии. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!